МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За два дня до свадьбы Пушкин заезжает к своему лучшему другу Нащокину в Арбатский его переулок. Нащокин жил с цыганкой из хора Ольгой, а у Ольги гостила Татьяна Демьянова, знаменитая в ту пору цыганская певица. Татьяна Демьянова В сене вошел Пушкин, увидел меня из синей и кричит. Ах, радость моя, как я рад тебе! Здорово, моя бесценная! Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастье. Слышала, может быть? Я женюсь. Как не слыхать? Дай вам Бог, Александр Сергеевич. Ну, спой мне, спой. Давай, говорю, Оле гитару. Споем, барин. Таня поет Пушкину «Матушка, матушка, что во поле пыльно» Детятка милая, кони разыгрались. Вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла ей глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок плачет. И недолго после того оставался тут. Уехал, ни с кем не простился. От дома Нащекина до своего дома Пушкина очень близко. Это от нынешней улицы Вахтангова до нынешнего Арбат-53. В этом доме Пушкин снял квартиру для себя и молодой жены в расчете провести здесь медовый месяц. На завтра, это уже вечер накануне свадьбы, Пушкин собирает здесь мальчишник. Были Боротынский, Языков, Нащекин, Денис Давыдов, Вяземский, брат Лев. Всего 10 человек. Мальчишник этот они потом еще назовут Девишником. Поэт Николай Языков. Накануне свадьбы у Пушкина был девишник. Или лучше, пьянство, прощание с холостой жизнью. Денис Давыдов в письме Языкову. Я пьяный на девишнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что вряд ли это помните. Гулянка проходит в зале, единственной большой комнате в этой квартире. Временами Пушкин так грустен, что гостям даже неловко. У Нащекина Пушкин одалживает фраг, у него своего на свадьбу нет, а Вяземского просит быть посаженным отцом. И в котором ты, Вяземского написанный на мальчишнике. Пушкин, завтра ты женат, холостая жизнь, прощайка. Обзимь, холостая шайка, но завтра не задай ты, холостой заряд. На завтра будущая теща сообщает Пушкину, что свадьбу нужно снова отложить. У нее нет кареты, чтобы везти Наташу венчаться. Пушкин снова дает денег. Теща карету нанимает. Венчание, на которое жених приезжает в чужом фраке, а невеста в чужой карете, в церкви Вознесения у Никитских ворот. Во время венчания, когда молодые обходят аналой, с него падают крест и Евангелие. Пушкин аж побледнел. Потом у него в руке потухла свечка. Потом обручальное кольцо Пушкина падает на пол. Неприятно пораженный Пушкин, выходя из церкви, произносит по-французски. Это дурные приметы. Пушкин сестре, по воспоминаниям Ольги Сергеевны. Боюсь, Ольга, за себя. А на мою Наташу не могу иногда смотреть без слез. Едва ли будем счастливы. А свадьба наша, чувствую, к добру не поведет. Свадьбу играют до трех ночи. Наталья Николаевна рассказывала княгине Вяземской, что наутро Пушкин как встал с постели, так ушел разговаривать с друзьями. А она весь день одна сидела в чужом доме и заливалась слезами. Веселье на Масленицу 1831 года. Пашковы, те самые, чье родовое гнездо Пашков дом, устраивают катание на санках по Москве-реке. Катаются по льду вдоль Кремля. Список ездаков во вторых больших санях. Господин Пушкин, мадам Пушкина, урожденная Гончарова. Поэт Туманский. Пушкина – беленькая чистенькая девочка. С правильными, черными и лукавыми глазами. Видно, что она не ловкающая и не развязана. В Москве за первые три месяца семейной жизни Пушкин до того и сдержался, что пришлось заложить женивые драгоценности. Решено переехать в царское село, в загородную императорскую резиденцию. Наступает лето. Хоть царское село возле самого Петербурга, а жизнь здесь дачная, недорогая, и не нужно держать экипаж, повсюду дойдешь пешком. Пушкин всем про это пишет. Может, пометуя расходы на тещину карету. Драгоценности, заложенные в московском ломбарде Веера, останутся невыкупленными. На даче в царском селе молодожены Пушкины дачной жизнью живут недолго. В царскосельский дворец, свою летнюю резиденцию, это отсюда в двух шагах. Переезжает императорский двор, и село становится столицей. Летом 1831 года во всех царскосельских гостиных с волнением следят за восстанием в Польше, в самом западном крае империи. Разгром польского восстания русскими войсками Пушкин воспевает в самых великодержавных стихах нашей поэзии. Восстание началось в конце прошлого, 1830 года, и по тому времени сепаратизм, покушение на целостность государства российского. Сейм объявил династию Романовых в Польше не изложенной, а в полном именовании императора, сразу после «Всея Великая, Белая и Малая Руси» шло «Царь Польский». После двух крупных сражений и зачисток предместий польской столицы Варшава взята. Еще до ее штурма Пушкин, узнав о намерении Франции выступить на стороне поляков, пишет «Клеветникам России». Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламени Колхиды не встанет русская земля. Так высылайте же нам детей своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Весть о взятии Варшавы приходит в царское село 4 сентября, а 5-го – День Бородина. Пушкин пишет «Бородинскую годовщину», вспоминая и другое, о чем недаром помнит вся Россия. О таком же штурме Варшавы Суворовым, а теперь в столицу с донесением был послан его внук, о правах России на Киев, Крым и Ереван. Каноны военно-патриотического воспитания с тех пор нисколько не изменились. Два стихотворения Пушкина и стихотворения Жуковского с великой поспешностью издают в виде брошюрки в типографии военного ведомства за казенный счет. Точь в точь – библиотечка советского воина в приложении «Красной звезде». Но мало этого, их тут же переводят на иностранные языки и рассылают за границу. Это уже в чистом виде издательства АПН, брошюра «Откуда исходит угроза миру». Вот, это немецкое издание. От уропатриотизма морщатся либералы. У меня Связинский пишет, что ему надоели географические фанфуронады. От Перми до Таврибы. Чего тут гордиться, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст? Натали далека от политических бурь. Она гуляет в парке, вышивает, знакомится с петербургскими друзьями Пушкина. От нее в восторге императрица. Это очень жаркий год, а в Петербурге вспышка холеры. И Пушкины пробудут на даче в царском селе до середины октября. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть ли не прародительском костюме. Ну уж извините, засмеялся поэт, пожимая ему руку. Жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах. Полуголый Пушкин, изнемогающий от жары, это здесь, на даче в кабинете. Кабинет на втором этаже, под самой крышей, а она плоская, в солнечный день просто раскаляется. 1831 год смерти Антона Дельвига. Пушкин ее тяжело переживает. Впервые умер ровесник, друг полицею. Дельвиг – добрая душа. Пушкин писал, он был лучшим из нас. Дельвиг был еще видным литературным деятелем той эпохи. Он издавал «Альманах северные цветы» и литературную газету. Великим поэтом Дельвиг не был. Из его идей лежит, пожалуй, только положенный на музыку соловей. Пушкин Плетневу. Дельвиг умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский. Умрем и мы, но жизнь все еще богата. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки. А детки будут славные, молодые, веселые ребята. Мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать. А нам и то любо. Здор, душа моя. Ник, Андрей, холера на днях пройдет. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и весело. Пушкин, камер-юнкер двора его императора. Пушкин, камер-юнкер двора его императора. Императорского величества. Пушкин считает это звание оскорбительным для своего возраста. К тому же камер-юнкерство, признание не его заслуг, а красоты его жены. Натали теперь можно будет приглашать на придворные балы, а муж, он будет ее сопровождать. Друзья Велегорские и Жуковские должны были обливать холодной водой нового камер-юнкера. До того он был взволнован этим пожалованием. Если бы не они, он, будучи вне себя, разгоревшись с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубости самому царю. Самым старым камер-юнкером Пушкин не был. Были камер-юнкеры еще старше, но действительно большинство камер-юнкеров были Пушкина моложе. Дело в том, что Пушкин не сделал никакой чиновной карьеры. Как в общем не успевающий он из лицея, был выпущен чиновником 10 класса. Калежским секретарем. И только спустя годы получил звание чиновника 9 класса, титулярного советника. То есть то звание, которое большинство его соучеников получили сразу же после выхода из лицея. По таблице соответствий статской и придворной службы титулярный советник 9 класс был нижним порогом, от которого могли давать звание камер-юнкера. Камер-юнкера давали от 9 класса до 6-го. А камер-гера, придворное звание, которое может быть более соответствовало возрасту Пушкина, его могли давать чиновникам от 5 класса до 3-го. То есть для того, чтобы получить звание камер-гера, Пушкин должен был дослужиться как минимум до статского советника, что в общем представить невозможно. Эта картина служила главной иллюстрацией придворных мук великого поэта. Он не любил стоять рядом с женой. Разница в росте у них была 10 сантиметров. Пушкин 166, Натали 176. Общепризнанная первая петербургская красавица, Наталья Николаевна умудрялась вести бурную светскую жизнь, будучи почти все время беременной. За 6 лет жизни с Пушкиным она родила четверых детей, а один раз после балов на Масленицу у нее случился выкидыш. Допрыгалась, выговаривал ей Пушкин. Из мемуаров Смирновой. Однажды, возвратясь с балу, на котором Наталья Николаевна Пушкина вообразила, что муж ее ухаживает за мадам Крюднер, что было совершенно несправедливо, она дала ему пощечину, о чем он, смеясь, рассказывал Вяземскому, говоря, что у его Мадонны рука тяжеленько. Две дочери, Мария и Наталья. Два сына, Александр и Григорий. В чудолюбии Пушкина тоже было что-то южное. Во времена, когда дворянские дети воспитывались более гувернерами, нежели родителями, он со своими любил возиться сам, а в гостях играл с чужими. Жена Вяземского вспоминала, с их сыном Павлушей Пушкин на равных боролся, катаясь по полу, и они еще плевались друг в друга. Пушкин Дельвигу. На днях было собрание у одного соседа. Я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Петр Маркович, отец Анны Керн, их взбудоражил. Дети, дети, поезжайте, там будет Пушкин. Он весь сахарный, а зад у него яблочный. Его разрежут, и всем вам будет по кусочку. Дети разревелись, хотим Пушкина, хотим Пушкина. Нечего делать, их повезли. И они сбежались ко мне, облизываясь. Но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. 19 февраля 1832 года известнейший издатель и книготорговец Александр Филиппович Снергин отмечает открытие магазина на Невском проспекте. Это крупнейший книжный магазин в стране. Столы накрывают прямо в торговом зале. Здесь 80 человек, весь литературный Петербург. Издатели, писатели, цензоры, книготорговцы. За обедом произносят тосты. Первый тост за здоровье государя-императора. И не просто как за самодержца, а за автора прекрасной книги «Устав цензуры». Это, конечно, совершенно серьезно, без всякой иронии. Потом тост за здоровье Крылова. Крылов поднимается, чтобы произнести ответный тост. Хочет выпить за здоровье Пушкина, но его поправляют. Сначала нужно выпить за Жуковского. Пьют за Жуковского и уже потом за здоровье Пушкина. На дворе зима 1932 года. Пушкин, в общем, все уже написал. Пушкин уже Пушкин. Гений уже состоялся. А для коллег-современников он лишь третий номер в литературной иерархии России. Сам себе Пушкин цену знал. Достоинство собратьев по перу, устоявшаяся репутация при выслуге лет. Конечно, дедушка Крылов вызывает только почтение, но нравоучительная басня и тогда, детский жанр. Жуковский, конечно, самый добрый человек в русской литературе, но к его романтизму Пушкин относится уже вполне иронически. Лидером русской словесности и ответственным за нее он чувствует себя. Роман о своем прадеде Пушкин не закончил, публикует отрывки. Литературный и полицейский доносчик Булгарин печатает памфлет про литератора, предок которого негритенок, купленный за бутылку рома. Пушкин отвечает резким стихотворением «Моя родословная». Объясняется по этому поводу с Бенкендорфом. В стихотворении читает царь. Он находит, что в стихах много желчи. Пушкин не отказывается ни от одного слова, а родство с Ганнибалом он подчеркивает при каждом случае. Пушкин в примечании к Евгении Онегину. Автор со стороны матери происхождение африканского. Его прадед Абрам Петрович Анибал на восьмом году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Эфиопский Валаам. Древний монастырь на острове посредь озера Тана. Есть церковная формула «ощи не крещен», когда крестят на случай, если не крещен или крещен ненадлежащим образом. У маленького араба в России не было крестного отца. Петр становится его покровителем и дает свое отчество. Вообще же Эфиопия приняла православие на 600 лет раньше России. Великий ученый Юрий Лотман даже высказывал догадку. Абрам Ганнибал появился при русском царе, потому что Петр рассчитывал на православную Эфиопию как на союзника в тылу враждебной Турции. Но заняться Турцией Петру помешала затянувшаяся война со Швецией. Конечно, так можно толковать лишь эфиопскую версию происхождения. Но рядом с этой возвышающей легендой, живущей 200 с лишним лет, любая современная истина рискует показаться низкой. До глубокой старости Анибал помнил еще Африку. Роскошную жизнь отца, 12 братьев, из которых он был меньшой. Помнил, как их водили к отцу с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома. Страшная жара, а во дворце Абестинских царей сумрачно и прохладно. По эфиопской версии о происхождении Ибрагима Ганнибала, который придерживался и Пушкин, был Ганнибал 19-м царским сыном. Да, когда-то роскошная была здесь жизнь. А 18 старших братьев будущего араба Петра Великого, их приводили к отцу всегда со связанными руками, потому что отцеубийство тогда в царствующих домах было очень распространено. И каждый монарх опасался, что вдруг кто-то из сыновей убьет его, чтобы поскорее воцариться на троне. И только самого маленького отец, ну по малолетству, не подозревал в участиях в заговоре. А про фонтаны родного дома Ганнибала Владимир Набоков, подробно комментировавший Пушкина, для американцев находил такое объяснение водометным струям неведомого Абестинского Версаля. Это небольшие водопады в верхнем течении Нила, с той разницей, что струя воды не бьет вверх, а падает вниз. Там дальше водопады совсем страшные, а вот этот такой типичный небольшой нильский водопадик, когда струи, стекая вниз, образуют такой котлован, ванну, бассейнчик, залезай и плескайся. Раньше таких водопадов было больше, но все доступные потоки народная Эфиопия уже загнала в турбины своих электростанций. Нил, это древнейшая транспортная артерия мира, мог быть и началом пути маленького Арапа в Россию. После порогов Нил уже спокойный, так вольно течет Нил-батюшка, здесь он сюда ходит. Этот путь вниз по Нилу до Каира, потом через Средиземное море до Стамбула, потом с русским посланником из Стамбула до Азова, через Черное море, потом, наконец, пешим ходом из Азова до Москвы. Огромное путешествие маленького мальчика Ибрагима Ганнибала. Оно длилось полтора года. Тогда этот водный тракт, наверное, и вовсе кишел бегемотами. Вообще Ганнибалу в жизни выпадут великие странствия. Из России, отправленной Петром во французскую военную школу, он примет участие во франко-испанской войне, а, вернувшись в Россию, военным инженером будет строить крепости в местах столь отдаленных, аж на границе с Китаем. Абрам Петрович уйдет в отставку генерал-аншефом. На государственной службе у белых ни один черный, не только в 18 веке, а до сих политкорректных пор, не достигал чина предшествующего фельдмаршалу. А уж черным русским дворянином, черным русским помещикам, притом в северных губерниях, Ганнибал точно был единственным. Кушкин легко наживал врагов. Булгарин он только повторял. А первым про Ибрагима Ганнибала, якобы купленного за бутылку рома, сказал граф Уваров, министр образования, президент Академии наук и автор величественной формулы «Православие, самодержавие, народность». Пушкин написал на Уварова стихотворение «Воздоровление Лукула». У жены Уварова был богатый родственник, Шереметьев. Он тяжело заболел, и Уваров засуетился, чтобы получить наследство. Но Шереметьев неожиданно выздоровел. Пушкин описал это, как якобы античный сюжет. Но кто действительный герой этой древнеримской истории, очевидно. И эпиграмма, разойдясь в списках, позорит Уварова перед всем светским Петербургом. Из воспоминаний Грота. Когда в разговоре о стихотворении «На выздоровлении Лукула» Бенкендорф хотел добиться от Пушкина на кого оно написано, то он отвечал «На вас». И, видя недоумение, усмехнувшегося графа добавил «Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?» Уваров, как это часто бывает с блюстителями чужой нравственности, сам не без греха, состоял в интимной связи с князем Дондуковым-Корсаковым. Он сделал своего фаворита попечителем Санкт-Петербургского округа и даже вице-президентом Академии наук без каких бы то ни было научных заслуг Дондукова. Эпиграмма Пушкина на князя Дондукова-Корсакова. В Академии наук заседает князь Дондук. Говорят, не подобает Дондуку такая честь. Отчего же он заседает? От того, что жопа есть. В здании Академии наук на набережной Невы Пушкин не отказал себе в удовольствии даже прийти сюда на публичное собрание академиков, чтобы посмотреть, как чувствует себя после его эпиграммы президента и вице-президент Академии. Позвал с собой приятеля. Приходят, но застают картину неполной. Уваров заболел, и вместо него на председательском месте сидит Дондуков-Корсаков. В ленте при орденах довольный, лучезарно улыбается, приветливо поглядывает на академиков и на публику. Пушкин шепчет, Ишь, довольный сидит, веселый, а ведь сидит на моей эпиграмме и ничего не больно ему не вертится. Высоких покровителей Пушкин не имел. У нерадивого камер-юнкера отношения с государем быть ровными не могли. Пушкин, например, сказавшись больным, уклонился от придворной обязанности поздравлять наследника престола, будущего Александра Второго, с совершеннолетием. Жене написал, мол, мне при нем не жить, это Сашка, то есть сын, с тезкой должен ладить, а я со своим тезкой на троне, то есть с Александром Первым, не сладил. Письмо распечатала полиция, о нем доложили государю. Пушкин вновь принят на государственную службу, чтобы писать историю Петра, но куда охотнее он работает над историей Пугачева, обращается к государю за разрешением посетить районы Восстания и по высочайшему соизволению отправляется в поездку по Поволжью и Придуралью. Кому как писать письма, кому как обращаться, в 19 веке это целая наука. Государю, например, нужно было писать по-русски, потому что канцелярские обороты, выражающие верноподданнические чувства к самодержцу, они при переводе потерялись бы. Но Бенкендорфу Пушкин всегда писал по-французски, чтобы это не были письма мелкого чиновника, высокому генералу, а такая светская переписка на равных. И Бенкендорф ему отвечал по-французски. Наталье Николаевне до свадьбы Пушкин писал по-французски, после свадьбы всегда по-русски. Дома они, скорее всего, говорили по-французски. С этих бескрайных степных дорог Пушкин посылает особенно много писем жене, тон насмешливый, нарочито-простонародный. Пушкин явно приучает жену к такой речи. Первую красавицу Петербурга он называет «жонка». Наталья Николаевна часто рожала, и тогда было так принято. Пушкин говорил, что выражение «она находится в положении» — это нестерпимое жеманство. Есть же намечательное русское слово — брюхатая. Это степная экспедиция с последующей работой в Болдине в самой продолжительной разлука Пушкиных за годы их семейной жизни. Пушкин жене, как я хорошо веду себя, как ты была бы мною довольна. За барышнями не ухаживаю, с калмычками не кокетничаю и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство очень простительной путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица «На чужой сторонке и старушка — божий дар»? То-то, женка, бери с меня пример. В Пугачевщине Пушкин видит другую, трагически судьбоносную русскую триаду — самовластье, самозванство, бунт. Бывший казачьих оружий Емельян Пугачев объявил себя уцелевшим императором Петром III и поднял восстание казаков, крепостных, рабочих уральских заводов, башкир, татар и марийцев. Легко овладев множеством мелких крепостей, самозванец полгода осаждал Оренбург, центр огромного края, держа в страхе Казань, Екатеринбург и даже Москву. Сбор материалов на местах предшествовала работа в архивах. Судебное дело Пугачева закрыто, но военный министр выдает 10 томов, которые Пушкин конспектирует для, по сути, научного труда «История Пугачева» и романа «Капитанская дочка». Оренбург был третьеразрядной крепостью на реке Урал. Крепости первого разряда строили на западной границе против регулярных войск неприятеля. Второго разряда против Турции. Армия слабее, но воюет, нанимая иностранных советников. И крепости третьего разряда, как эта, против набегов кочевников. Основная крепость здесь, а за Уралом там-сям по степи разбросанные форты. Небольшие крепости, вроде той, которую защищала инвалидная команда капитана Миронова. В Оренбурге Пушкин встречает Владимира Даля. Он уже тогда собирал свой словарь. Вместе отправляются в Бёрды, деревню, где была ставка мятежников. До Александра Первого говорить о Пугачеве запрещал специальный закон. Дабы стереть всякую память, переименовали даже реку. Урал при Пугачеве назывался Яиком. И яицкий казак значило бунтовщик. Но после крестьянской войны прошло лишь 60 лет, и еще живы многие очевидцы. Пугачевская столица Бёрды, тогда слобода, в семи верстах от Оренбурга. Ныне городской микрорайон. Так называемый дворец Пугачева, обычная изба казака Ситникова. Изнутри вся оклеенная, золотистая бумага. От этого ее называли Золотые палаты. Она была на углу нынешних улиц Восстания и Бердинской. Здесь теперь строят мемориал. Здесь творил Пугачев свою расправу. Когда в Бёрды приехал Пушкин, там неподалеку жила старая казачка с подходящей фамилией Бунтова. Она Пушкину рассказала особенно много. Бунтова была родом из Нижнеозерной крепости. И именно эту крепость Пушкин описал в Капитанской дочке. Только в той крепости, где жила Бунтова, там комендантом был не капитан, а майор. Но майорская дочка значит хуже. Бунтова сама видела, как присягали Пугачеву. У виселицы, осенив себя крестным знаменем, земным поклоном и целуя атаману ручку. В Капитанской дочке Савельич уговаривает Гринёва, батюшка, поцелуй у злодея ручку. От Бунтовой Пушкин узнал и про холмы Гребени под Оренбургом. Считается, что здесь закопан огромный пугачевский клад, а сверху него труп, чтобы кладоискатели, начав копать, подумали, что это могила. Проговорив со старухой все утро, Пушкин дал ей целый червонец. Казаки на другой же день снарядили под воду в Оренбург. Привезли и старуху, и роковой червонец. И донесли. Вчера, где приезжал какой-то чужой господин. Приметами собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под пугачевщину, и дарил золотом. Должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти. Пушкин много тому смеялся. Историю Пугачева, царское название, история пугачевского бунта, Пушкин излагает совершенно беспристрастно, как хроники. Что казаки смазывают сапоги жиром, вырезанным из трупов офицеров, что поручик Державин двух возможных подстрекателей вешает из поэтического любопытства. Страшен в ожесточении народ русский. Пушкин называет это всеми утончениями злобы. Над историей Пугачева Пушкин работает, приехав в Болдино. Здесь же пишет «Медного всадника», Анжела, «Пиковую даму», «Сказку о рыбаке и рыбке», сказку о мертвой царевне. Эту лиственницу совсем маленьким деревцем Пушкин привозит из Оренбуржья, сажает ее перед Болдинским домом, ему помогает конюх. Он спешил сюда, как в свой рабочий кабинет. Вторая Болдинская осень. Подробные отчеты жене, и мы знаем, что вставал в 7 утра, пил кофе, потом в 7-8 часов писал лежа в постели, потом прогулка верхом, ванна, обед, гастрономические привычки отброшены, гречневая каша или картофель. 8 октября он пишет жене «Не забрюхатил или ты?» жалуется на недомогание, в этот же день сменяет наконец вора старосту в Болдине, и в этот же день в Россию на пароходе Николай I прибывают барон Луида Геккерен и Жорж Дантес, с которым Геккерен познакомился по дороге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok